Добрый день, коллеги! Если меня видно и слышно хорошо, поставьте, пожалуйста, в чате два плюса. Хорошо, отлично, коллеги! Сегодня мы с вами, коллеги, на нашей сегодняшней... Я рада, во-первых, приветствовать вас всех на нашей традиционной пятничной встрече. Сегодня мы продолжим изучать сервис, онлайн-сервис такой, как Trello. И наша встреча будет посвящена как раз-таки организации, групповой работы с помощью этого сервиса. Коллеги, для тех, кто к нам в кафе заглянул сегодня впервые, я хочу вас проинформировать и сказать, что в видеозаписи предыдущей встречи мы подробно знакомились с этим сервисом, значит, понимали, как заходить, как зарегистрироваться и как приступить к работе. С видеозаписью этой встречи можно ознакомиться будет самостоятельно в нашем сетевом сообществе «Цифровая среда образовательной организации». Я сейчас покажу это сообщество. Вот так оно выглядит. «Цифровая среда образовательной организации». Вот оно, наше онлайн-кафе-заставка. И получается здесь анонс, а после, ниже, записи всех встреч. Десятая, девятая и так далее. Вот в предыдущей видеозаписи мы подробно разбирали, как зарегистрироваться, как зайти и как приступить к работе в этом сервисе. Коллеги, значит, у меня к вам огромная просьба. Так как у нас сегодня небольшие проблемы, небольшие проблемы технические, я отключу свою видеозапись, чтобы у нас не было никаких технических проблем и сбоев. И мы, наверное, приступим с вами уже к практике. Итак, если у вас нет вопросов и вы готовы работать, поставьте в чате «плюс», тогда мы перейдем уже к практической работе. Хорошо. Тогда я отключаю видео и переходим с вами к практической работе. Итак, коллеги, для работы мы должны будем с вами зайти на сервис Трелла. Заходим. Затем нам нужно создать новую доску. Мы выбираем «Создать доску». И традиционно система у нас уже запрашивает название доски и просит выполнить определенные настройки. Но прежде чем приступить к работе, я, коллеги, немножечко вам хочу, прежде чем ввести заголовок доски, хочу немножечко рассказать, что же мы будем с вами делать. Когда я готовилась к сегодняшней встрече, я вспомнила интересный рассказ своей коллеги, которая раньше работала в гимназии «Универс» города Красноярска. Елена Юрьевна Долгодворова, учитель истории, была в гимназии «Универс», и она рассказала, какая прекрасная у них была идея по истории. Они создали учебный модуль с педагогами, с коллегами по истории. И дети этот учебный модуль учились проектированию и реализовывали его очно. Мне эта идея настолько понравилась, что когда я готовилась к сегодняшней встрече, я про нее вспомнила, и мне пришла в голову задумка, а не переложить ли эту идею очного формата в формат дистанционной работы с помощью доски Трелла. И сегодня я как раз вам представлю то, что у меня получилась моя задумка. Итак, следовательно, мы сегодня будем говорить об истории, значит, о предмете истории, как на уроке истории можно использовать данный ресурс. И тема заголовок моей доски будет следующим. Тайны вещей древнего мира. Древнего мира. Значит, я хочу, коллеги, выбрать все-таки однотонный фон. Однотонный фон. Или вот посмотрю, вот такой, наверное, поярче. Затем настройку тип взаимодействия я выбираю все-таки приватный. И нажимаю на создать доску. Вот у меня получилась перед глазами у вас новая доска под названием «Тайны вещей древнего мира». Как я вам уже, коллеги, рассказала, из предыстории понятно, что это был такой учебный модуль, осваивая который, дети учились проектировать. Работали в группе и создавали энциклопедию. Для того, чтобы нам... У нас же, видите, тема какая? Организация групповой работы в дистанционном режиме. Значит, нам нужно эту идею из очного формата постараться переложить. И я сегодня вам представлю, каким образом это можно сделать. Так как у нас дистанционный формат, поэтому очень важно все организационные моменты и идею работы рассказать детям. Каким образом в дистанционном режиме детям можно рассказать. Естественно, в виде текста. Поэтому я предлагаю первый наш список, первый наш список как раз-таки посвятить описанию работы в дистанционном формате для детей. Поэтому в название списка я пишу «Создание энциклопедии тайны вещей древнего мира». Тайны вещей древнего мира. Далее. Добавляю карточку. Добавляю карточку. И здесь ребятам нужно написать, что же от них все-таки требуется, что за создание энциклопедии. То есть нужно как-то пояснить. Коллеги, чтобы не затягивать, потому что текста придется писать сегодня очень много, а время у нас ограничено, я сделала небольшие заготовки текста, чтобы можно было его копировать и вставлять. Но зато нам очень важно проговорить, что этот текст нужен. Не так важно его сегодня, сейчас набирать вручную, важно это продемонстрировать и проговорить нам с вами. Вот я открываю заготовленный свой текст, свой файл и выбираю название карточки. В названии карточки у меня будет пояснение, что ребятам необходимо сделать, что мы им предлагаем сделать. Итак, что мы им предлагаем? Ребята, предлагаю нам всем вместе создать энциклопедию, в которой будут представлены вещи, созданные в древнем мире. Это такое название карточки было у нас. И если я ее открою, то в этой карточке у нас есть возможность добавить описание. Значит, ребята поняли, что в групповой работе или работая в группе, они будут создавать энциклопедию. Каким образом? По парам, по группам. Каждый сам за себя. Пока им не понятно. Поэтому я предлагаю в карточке, внутри карточки, в разделе описания ставить следующий текст. Для работы нужно разделиться на группы, например, по три человека. И, в пример групп, уже как бы я предлагаю детям готовую разбивку по группам. Готовую разбивку по группам. Далее. Дети у нас читают, понимают, видят, с кем они работают в группе. И затем можно переходить к созданию второй карточки, второго этапа, ко второму этапу ознакомления. Получается, получается, что, в принципе, не хватает только еще правил работы. Правила работы можно будет вставить, подумать и вставить, прописать нам чуть-чуть попозже. Сейчас я посмотрю, сделала я заготовку или нет. Так. У нас идут карточки другие и другие списки. Понятно. Значит, запомним сейчас сами, самостоятельно. Итак, ввести заголовок для этой карточки. Коллеги, я сейчас в этом первом списке хочу создать вторую карточку, которую назову правила работы в группе и детям напишу перед тем или перед началом работы предлагаю вам ознакомиться или повторить, вспомнить правила работы в группе. Перед началом работы, но, наверное, в группе, в группе некрасиво, поэтому я удалю. Перед началом работы предлагаю вам вспомнить правила работы в группе. Это такое название карточки. Карточку открываем и здесь можно добавить правила работы. Ну, для вас, коллеги, не секрет, вы все пользуетесь, у вас у каждого, наверное, с ребятами вы разработали свои правила, регулярно их вспоминаете, работаете, поэтому здесь что-то нового я не придумаю, но предложите, пожалуйста, в чате, напишите, какие основные правила здесь можно прописать. Ваши варианты, коллеги, в чате пропишите, какие правила работы в группе здесь мы можем прописать. Не вижу, коллеги, чата. коллеги, если меня видно, слышно вернее, напишите, пожалуйста, возможные примерные формулировки правил работы в групповом, в группе, потому что их тоже нужно немножко адаптировать под дистанционный формат работы. Ну, если так сложно, тогда готова, ну, наверное, я включиться в работу и писать. Итак, пишем, внимательно выслушай. про корректные высказывания, да, согласна с вами, Татьяна, сейчас добавим, спасибо. Внимательно выслушай участника группы или выслушивай, и как аналог перевода для дистанционного формата мы с вами можем записать. Внимательно прочитай, внимательно прочитай ответ участника группы. Внимательно выслушай, внимательно прочитай. сейчас, коллеги, поправлю, выслушай, внимательно прочитай ответ участника группы. Далее, хочу посмотреть ваши ответы в чате. Потерялись, так. Корректные высказывания были. про корректные высказывания, что можно. Значит, внимательно прочитай. Про корректные высказывания. Ну, в формате дистанционного общения можно сказать, что старайся сформулировать корректные непонятные комментарии. комментарии. Да, согласна, принимается. Пиши грамотно. Ну, и так далее, коллеги. Хочу обратить ваше внимание на то, что не всегда все правила работы в группе в очном формате могут легко подойти для работы в дистанционном формате. Здесь очень важно самому учителю посмотреть и при необходимости их подкорректировать. Ну, вот, например, что мы сделали с вами с первым правилом. внимательно выслушай участника группы. Раз они у нас, ребята, будут общаться в дистанционном формате, значит, нам, скорее всего, нужно будет данное правило переделать и написать внимательно прочитай ответ участника группы. И такой аналог сделать, но для дистанционного общения, формата общения. Значит, с правилами работы мы с вами разобрались. Нажимаю на «Сохранить». Что у нас получается? Ребята, когда зайдут на доску, увидят, что задание сегодня они будут выполнять, создавать энциклопедию, что им предлагает учитель создать энциклопедию под названием «Тайны вещей древнего мира». Далее у нас идет описание, что предлагаем работу начать в команде, в группах, и учитель предлагает деление на группы. Затем мы им советуем вспомнить правила работы. Ребята заходят и знакомятся, повторяют правила работы. Затем, коллеги, следующий такт работы. Организационный такой большой блок у нас закончился. Теперь я предлагаю создавать колоночки, и эти колонки, их количество будет ровно такое, сколько групп у вас в классе получится. Ну, например, у нас будет две группы. Мы рассмотрим с вами две группы. Первая группа, значит, я так и пишу. Первая группа, и чтобы было наглядно, лучше, наверное, прописать фамилию учащихся. Итак, я просто возьму и скопирую эти имена, которые я заготовила. Это у меня первая группа, три человека, и я создаю список. Это у меня будет вторая группа. Аналогично из своего файла, который заготовлен, я копирую фамилии еще троих ребят и вставляю. И вставляю. Итак, мы разбили, значит, ребят, их, коллеги, этих групп будет ровно столько, сколько нужно учителю. Их можно создавать до бесконечности. Далее, вот ребята поняли, что они работают в той или иной вкладке, в том или ином списке. Как же им понять, что от них требуется. Вот здесь, коллеги, опять-таки очень внимательно нужно продумать, четко прописать все то, что мы хотим от учеников. Например, создаем карточку и в заголовке карточки пишем, что работать будут они в группе. Значит, карточка у нас будет называться работа в группе. Работа в группе. И здесь же предлагаю значит правила работы или задания. вот здесь над формулировкой можно будет немножко, наверное, подумать. Ага, коллеги, еще забыла распределить слова между группами. Это тоже можно было скопирую. Сейчас их ставлю в первый список, в организационные, там, где они у нас были разделены на группы. Вот здесь выбираю изменить и добавляю. Для работы нужно разделиться на группы по три человека и распределить слова между группами. вот они у нас добавлены. Нажимаю на сохранить. То есть теперь ребята знают, в какой группе они работают и с каким словом они будут собирать информацию, по какому слову. Далее, работа в группе. Добавляем описание. Описание, коллеги, я подготовила следующее. Описание внутри карточки. Ну, например, для первой группы мы пишем. Сейчас давайте я скопирую и внимательно по всем пунктам пройдем. Может быть, вы что-то посоветуете добавить, а что-то убрать. Посмотрите, какие правила я ребятам прописала. Ребята, ваше слово компас. Именно об этом предмете, созданном в древнем мире, вы собираете информацию. Чтобы информация об этом предмете была полной и достаточной, вам требуется ответить на вопросы. Ответы на вопросы помощники должны прикрепить все участники группы. То есть каждый участник группы отвечает на все вопросы. Ответ на каждый вопрос оформляется отдельным файлом и прикрепляется к карточке. Причем название файла должно содержать номер вопроса и фамилию учащегося. Например, один это первый вопрос выполнил Сидор. После того, как все члены группы прикрепят ответы на вопросы, вам необходимо ознакомиться с ответами ваших одноклассников. Если представленные ответы на вопрос не соответствуют друг с другом, например, не совпадает дата создания или место создания, то члены команды в разделе комментария обсуждают, приходят к общему решению и удаляют неверный ответ. Если ваш ответ текст точь-в-точь совпадает с тем ответом, который прикрепил ваш одноклассник, вам нужно постараться найти дополнительную информацию об этом предмете или написать в комментариях о том, что ваш ответ полностью совпадает с уже представленным и дополнительной информации у вас нет. Еще следующий момент. Если никто из членов группы не может найти ответ на вопрос, вы создаете красную метку и пишете на ней нужна помощь друга. Тогда ваши одноклассники могут прийти вам на помощь и прикрепить ответ в разделе комментариев. Если в группе возник спор и вы не можете прийти к общему мнению или возникли вопросы к учителю, то вы создаете красную метку, на которой пишете нужна помощь учителя. Если все члены команды ответили на вопрос и нет спорной ситуации, то вопрос помечается как отработанный. Если ваша команда полностью выполнила задание, то вы создаете зеленую метку и пишете выполнено. Вот такие организационные правила работы я постаралась прописать. Не уверена, что они у меня достаточны. Мы сейчас с вами на практике попробуем оформить до конца задание для детей, а потом в качестве ученика зайти и попробовать выполнить. Инструкция как создавать метки, коллеги, мы с вами сейчас в процессе разберем. Хотя для детей скорее всего да, можно поместить, прикрепить файлик. Спасибо, Татьяна, за идею, я ее тоже зафиксировала. И вы, коллеги, тоже для себя фиксируйте. Если ребята впервые работают на этом сервисе, как создавать метки, им будет непонятно. Спасибо большое. Так, отметила. Итак, организационные такие правила мы прописали, сохранили, про метки себе зафиксировали, потом добавим. Сейчас не будем тратить время на формулировку и идем дальше. Дети, ребята ознакомились с организационными моментами, как работать. Теперь необходимо прописать для них вопросы. Итак, добавляем еще одну карточку, добавляем еще одну карточку, даем ей название, даем ей название, название у нас будет по заданному слову. Если первая группа у нас работает со словом компас, значит, мы такое название карточки и дадим. здесь коллеги нужно добавить описание небольшое, здесь оно будет небольшое, значит, сейчас я посмотрю в заготовке, если оно у меня, ну вот есть, Итак, ребята, ответьте на вопросы, обсудите представленные вами ответы, как только задание вами будет выполнено, сообщите об этом, создайте зеленую метку. И вот мне сегодня кажется, что слово обсудите представленные вами ответы нужно, наверное, прописать в разделе комментария. Сохранить. И вот сейчас, коллеги, мы будем создавать вопросы с помощью чек-листов. С помощью чек-листов. Для этого, чтобы у меня все быстро получилось, я захожу в свой вспомогательный файл с заготовками. Первый вопрос у меня, где и когда появился компас. Выбираю чек-лист, подписываю первый вопрос, добавить, и система у меня спрашивает, добавить элемент, я говорю, конечно, и вставляю скопированный вопрос, убирая номер, где и когда появился компас. Добавить. Первый вопрос мы оформили, далее переходим к следующему. Опять выбираем чек-лист, пишу второй вопрос, добавить, из вспомогательного файла копирую второй свой заготовленный вопрос, добавляю этот элемент, какой легендой или событием связано появление предмета. появление предмета, добавляю. Второй вопрос у нас тоже оформлен. Переходим к следующему. Копирую третий вопрос, вставляю, в какой области и для чего использовался в древнем мире. Добавить. Ну, так у меня будет, наверное, пять или шесть вопросов. Доделываю уже. Значит, четвертый вопрос добавляю, копирую и вставляю выбираю нумерацию. В какой области и для чего использовался после появления и на протяжении всей истории. Выбираю пятый вопрос. Добавить. в каких областях и для чего использовался в современном мире. И последний вопрос. Шестой. Шестой вопрос. Тоже копирую из файла заранее приготовленном и вставляю. Как изменился внешний вид предмета с древних времен. Хочу подписать, чтобы ребятам было понятно, чтобы они не описывали, а вставили картинки. Вставь несколько изображений, может быть, этого предмета. Вставь несколько предметов. добавить. Вот наши вопросы заготовлены. Мы сделали, коллеги. Хочу отметить, что правило работы полностью должен продумать сам учитель, какую работу он хочет выстроить, какое взаимодействие. в связи с этим он должен очень подробно и понятно для ребят попытаться прописать все это. Мы вопросы с вами прописали. Карточку закрываю и перехожу. Вот посмотрите, коллеги, первая группа, здесь у нас в первой карточке прописаны организационные моменты по работе. здесь идет уже карточка содержательная, что будут они работать со словом компас и там представлено шесть вопросов, на которые ребята должны найти ответы. Переходим к заполнению следующего списка для второй группы. Вот здесь, коллеги, я немножко поспешила, когда название вписывала, я сейчас его в принципе смогу скопировать, ничего страшного. Предлагаю скопировать карточки, скопировать карточки, чтобы не писать. Можно было создать шаблон, так, это добавление на карточку, так, копирование, копирование, и я говорю, что мне нужно из первой группы переместить эту карточку еще скопировать и переместить во вторую группу. И позиция будет номер один. И нажимаю на создать карточку. Смотрим, что у нас получилось. Мы видим, что первая карточка у нас скопировалась для второй группы. Открываем, смотрим, что же я могу здесь мне нужно изменить. Вижу, что мне нужно изменить слово компас, потому что в первом списке было распределено для второй группы слово шахматы. Поэтому я открываю карточку для второй группы и слово компас исправляю на слово шахматы. Проверяю быстренько по тексту, ничего ли мне больше не нужно отправить. Нет. Нажимаю сохранить. Первая карточка у меня получилась оформленная уже. То же самое предлагаю сделать и с этой карточкой, которая у называется компас. Я предлагаю ее тоже скопировать. Позиция будет тоже два. Поднимать мы ее наверх не будем. И переместить, скопировать и вставить ее нужно будет в список для второй группы. Создать карточку. закрываю. Смотрим. Но так как наша группа вторая работает не с компасом, а с шахматами, я исправляю название. Сохранить. Захожу в саму карточку, проверяю, что же мне нужно подкорректировать. Вижу, что нужно изменить первый вопрос. Корректирую его. Сохраняю. Далее проверяю, нужно ли мне где-либо еще подправить. Вроде как нет. Замечательно. Значит, карточки мы с вами, коллеги, для работы, для детей приготовили. Затем нужно пригласить сюда учащихся. Мы с вами в предыдущей встрече это учились уже делать. Сейчас очень быстро повторим. Я буду вводить электронный адрес почты ученика. так как я уже пользовалась этой электронной почтой, этого ученика уже приглашала для работы на другой доске. Он у меня зарегистрированный, система его определила. это Наталья. Далее можно выбрать любого другого ученика, введя электронную почту. набрала свою вторую электронную почту. Вот сейчас коллеги можно либо создать ссылку по вашему желанию, если хотите дополнительно, а можно отправить приглашение на электронную почту. Я думаю удобнее будет отправить на электронную почту. Отправляю приглашение. Далее, пока приглашение будет идти, я хочу отметить, что работу выполнения карточек тоже мы можем назначить сюда определенных учащихся. То есть, если у нас, например, во второй карточке работает ученица Наташа, соответственно, я ей ее и назначу на эту карточку. Выберу участники и выберу, что будет ученица Наталья у меня работать и вторая ученица. Поставила галочки, тем самым система будет понимать, что данные задания будут выполнять эти ученики, а не ученики из других групп. сейчас зайду, посмотрю, пришло ли приглашение ученицы, потому что некоторое время нужно подождать. Пока нет. пришло от Натальи Сколпинь. Наталья Сколпинь пригласила присоединиться к доске тайны вещей древнего мира Трелло. Вот она эскиз доски и ученицу Наталью, Наталья, учитель пригласил. Для того, чтобы у нас, для чистоты эксперимента, коллеги, я предлагаю выйти мне из своего аккаунта здесь, а зайти уже под другим аккаунтом, как ученик. И заодно проверим, все ли мы выполнили, необходимые все ли настройки выполнили или нет. Выхожу, из своего аккаунта, захожу в электронную почту и нажимаю перейти к доске. Перейти к доске. Система у меня спрашивает пароль, надо мне его вспомнить и захожу. Итак, теперь, если вы обратите внимание на правый верхний угол, вы увидите, что я вошла под аккаунтом ученика. И я сейчас смотрю на доску глазами ученика. Итак, считаю создание энциклопедии тайны древнего мира. Внимательно познакомилась с информацией. Перед началом работы учитель мне предлагает вспомнить правила работы. Познакомилась с ними, вспомнила. здесь я увидела, что я работаю в группе 2. И на нашу группу определено слово это шахматы. Перехожу в карточку для группы 2. Вижу свою фамилию. Нажимаю на работа в группе. внимательно читаю, что от меня хочет учитель. И попытаюсь ответить, выполнить это задание. Попытаюсь это задание выполнить. Итак, где и когда появились шахматы. Я тоже заранее поработала за ученика, за Наталью. И ответы приготовила. Поэтому сейчас предлагаю их воспользоваться и вставить. Итак, буду я прикреплять ответы как вложения. Поэтому я нажимаю на клавишу вложения. выбираю с компьютера. Здесь у меня заготовлена папочка 11 встреча и заготовлен файлик, который имеет название, так как и учитель рекомендовал 1 и фамилия. То есть цифра 1 означает номер вопроса, который я прикрепила от свой ответ и фамилию кто выполнил. Значит, если я его вставляю, я его вставляю и мы видим, что вот файл у нас прикреплен. Если нужно посмотреть, открыть тот ли я файл вставила, я его открываю, нажимаю как обычно левой клавишей и вижу вот у меня ответ. Шахматы появились в Индии примерно в шестом веке на шее. Далее я читаю второй вопрос. С какой легендой или событием связано появление предмета? И тоже добавляю свой ответ в виде файла с компьютера. Выбираю второй. здесь я могу предварительно открыть, посмотреть его. Легенда есть. И тоже очень, коллеги, интересная легенда. Сама вчера зачиталась. Очень интересно мне было выполнять самой придуманное же мною задание. Прикрепляю и читаю, перехожу к третьему вопросу. В какой области и для чего использовался этот предмет в древнем мире? Опять прикрепляю, выбираю вложение с компьютера. Обращаю внимание, ваши коллеги, что можно и с гугл-диска ссылки добавлять, и можно файлы с гугл-диска прикреплять ссылки. Пожалуйста, тоже все доступно. Ну, вот я пишу, что на третий вопрос у меня ответом будет это как игра. Шахматы как игра. В древнем мире использовалась как игра. В какой области и для чего использовался после появления на протяжении всей истории? Такой, наверное, ответ у меня тоже мною был заготовлен. компьютера я выбираю четвертый и читаем пятый. В каких областях и для чего используется в современном мире? Аналогично. Вложение выбираю с компьютера. Предварительно открою, посмотрю в каких областях как настольная игра для заслугок, в образовании как тренажер и шахматы как вид спорта. Ну и польза тут расписана. Какая же польза от этой игры? как считают ученые в современном мире. Итак, вставляю. И на шестой вопрос у меня значит учитель спрашивает, как изменился внешний вид предметов, так несколько изображений. Хорошо. Итак, выбираю с компьютера. Вот они у меня две картинки. До нашей эры и в современности. Вставляю первую и вставляю следующую. здесь, коллеги, обращаю ваше внимание, мы уже на прошлой встрече говорили, что можно менять местами ответы. Мы видим, что нумерация у нас получается идет снизу вверх. Если так неудобно, можно сверху вниз их передвинуть. Здесь разницы нет. но мы с вами понимаем, что у нас в группе работает три учащихся. Каждый ученик как минимум по семь файлов должен разместить. Итого у нас получится достаточно большое количество файлов. Это и плюс, и минус, но это нужно понимать. Если вы хотите, чтобы каждый ребенок поискал ответы и смог ответить, попробовал ответить на предложенные вопросы учителям, тогда, я думаю, лучше все-таки пусть будет много файлов, их неудобно будет листать, но они по нумерации будут выстраиваться. Например, ответ на пятый вопрос от Сычевой Натальи, ответ на пятый вопрос будет у нас от Ивановой Марии, и следом будет у нас ответ на пятый вопрос Петровой Наташи. То есть они будут вот по циферке 5-3 ответа. В принципе, читать и сравнивать, соотносить будет не так уж сложно. Поэтому вы сами должны будете определить, будут у вас дети искать каждый сам ответ, прикреплять и обсуждать, либо будут разделять допустим вопросы. Шесть вопросов поделят на троих и каждый ребенок будет искать по два ответа на два вопроса, а потом будет совместное обсуждение. Так тоже возможно. Итак, у нас давайте будем считать, что все трое учеников прикрепили. Мы сейчас на это тратить время не будем. представим, что трое ребят все прикрепили свои ответы. Они ставят галочки о том, что на все шесть вопросов они собрали свои ответы. Например, если все-таки по какой-то причине не смогли набрать, то, как было прописано учителем, они должны будут создать красную метку. Но давайте создадим сначала зеленую, потом перейдем к красной. Вот я поставила галочки, что все выполнено и создаю метку. Вы, наверное, уже увидели. Здесь вверху есть кнопка метки. Нажимаем. Если задание выполнено, ребятами, то они создают зеленую метку и пишут. Мы пишем создать новую метку. Она будет зеленого цвета. и будет написано выполнено. Уберите. Поздай. Да, а это можно было, конечно, удалить. Я галочку убрала, коллеги, у меня та метка удалилась. Выполнено. Итак, обратите внимание, коллеги, что загружаемые файлы, они потом высвечиваются на карточке как обложка. Мы видим, что последняя карточка изображения у меня было загружено, значит, какие изображения, какие шахматы были раньше, то вот это изображение и представлено. может быть вы и не знали, я впервые я вот лично не знала и узнала только об этом вчера, что вначале в шахматы играли вчетвером, пара на пару. Мы видим, что разные цвета, фигур у нас имеются. Итак, если вам обложка не нужна, вы ее можете убрать либо заменить на любую другую. Но мне в принципе она нравится. Я нажимаю на закрыть и вижу, и вижу, что значит, во второй группе ребята уже выполнили свое задание. Допустим, зайдем в первую группу, там мы не распределяли, кто должен выполнять задание, поэтому меня пустят, меня система сюда запустит, и я создам, например, я создам красную метку. Выбираю красную метку, не можем мы найти ответ на второй вопрос, и я пишу создать метку красную, и пишу нужна помощь другу. Закрываю, закрываю. и видим, что здесь у ребят возникли какие-то сложности, что на первый вопрос из шести они ответили, далее возникли сложности, поэтому им нужна помощь друга. Те ребята, которые у нас со своей карточкой справились, в принципе, могут пройти и помочь другим. Каким образом? Там работать в самой карточке они не смогут, так как у нас они распределены на конкретных ребят, а добавлять свой ответ как комментарий к заданию они могут, например, внизу комментарий. Вот здесь можно прикрепить и файл во вложении, можно и смайлик поставить, и так далее, и текст написать. Такая возможность есть. Коллеги, вот сейчас, когда побыла в роли ребенка, поняла, что учитель нигде не зафиксировал, на какое время, на какой период дается я должен выполнить эту карточку. На неделю, на две, на два дня. То есть сроки выполнения тоже нужно обязательно прописать. И я думаю, что можно написать в первом списке, где у нас организационные моменты прописаны. И можно прописать для каждой группы отдельно в карточках. Я думаю, лишним не будет этой информации. Здесь смотрю, что у меня прикреплено семь файлов и на четыре из шести вопросов ребята ответили. Хочу еще раз проверить, все ли галочки мною поставили. Конечно же не все. Хочу отметить и сохранить. Коллеги, отметьте пожалуйста знаками, плюсом или минусом, все ли понятно. Есть ли у вас вопросы к этой части практической работы. жду ваши комментарии. Татьяна, спасибо. Понятно, вопросов нет. Можно ли что-то еще нужно добавить? Упустила ли я или нет на ваш взгляд? Вот то, что сроки выполнения не прописала, это да, уже поняла. спасибо, вторая Татьяна. Отлично. Если нет вопросов, тогда я из аккаунта ученика а дети умеют делать вложения? Да, Татьяна, хороший вопрос. Я думаю, что предварительно нужно как бы сообщить детям, что они должны создать, может быть, в организационных моментах, но давайте зайдем еще раз посмотрим в карточку и посмотрим в шахматы только надо было зайти, а вот сюда что это такое работа в группе у меня потерялась и так смотрим давайте посмотрим есть ли здесь как ответы оформлять ответ на каждый вопрос оформляется отдельным файлом и прикрепляется в карточке нужно наверное прописать более четко что информация может ребенок взять информацию в любом источнике из учебника из энциклопедии из интернета и так далее оформить свой текст свой ответ в виде текста в файле вот с таким названием и прикрепить опять-таки Татьяна хороший вопрос можно подумать еще смотря на каком возрасте детей мы работаем на каком возрасте детей мы работаем если у нас ребята постарше то соответственно я думаю они умеют и догадаются если помладше то инструкция так же как и для создания меток все-таки потребуется согласна с вами то есть инструкции вот сюда же вот можно приложить создать ну заготовки инструкции и как вложение сюда вставить думаю будет на пользу не лишним итак в качестве учащегося мы свою работу выполнили поэтому я выхожу из аккаунта ученика из аккаунта ученика и войду как учитель как учитель я вхожу через гугл аккаунт сейчас немножко подождем загрузить систему у нас ага мы заходим в свою доску тайны вещей древнего мира и вижу что у меня одна команда одна группа справилась все выполнила ответили на 6 из 6 вопросов столько-то файлов прикрепили и я могу зайти еще раз посмотреть открыть файлы которые ребята предложили в качестве ответов открыть их посмотреть почитать и если какие-то вопросы у меня возникли или замечания я в виде комментариев могу здесь прописать если ребята выполнили очень быстро данное задание и например предполагалось что данное задание в группе ребята будут выполнять в течение недели а ребята взяли и дружно выполнили в течение двух дней по их желанию при желании мы можем им предложить еще выполнить другую карточку каким образом сделать я могу скопировать карточку из других групп например взять из других групп могу создать новую карточку им предложить но уже с другим словом например там стекло театральная маска и так далее дополнительную карточку могу предложить либо скопировать из других групп готовую карточку либо создать новую с новым словом это опять-таки как захочет сам учитель далее коллеги забыла сказать что учитель может устанавливать сроки выполнения того или иного задания если я подведу курсор к вопросу то здесь как раз таки здесь можно так из момента не то вышло у меня здесь можно преобразовать карточку это понятно так ну что же у меня не получается здесь можно еще установить сроки можно установить срок ко всей карточке так и к отдельному вопросу попробуем здесь и так ну например мы выбираем что дата у нас к 19 нужно выполнить можем выбрать к 23 можем выбрать к 30 и так далее можем установить срок напоминания периодичность напомнить за один день и так далее то есть ну вот здесь опять-таки на усмотрение если вы договариваетесь с ребятам что устанавливаете определенный срок тогда будет приходить и значит сообщение об этом напоминание но опять-таки если ребята взрослые то можно коллеги вот примерно теперь смотрите хочу как бы обратить ваше внимание на следующий в принципе я рассказала всю свою задумку которая у меня была по осуществлению перевода из очного формата работы в формат дистанционный с помощью доски трелла я прописала что ребята могут взаимодействовать общаться в комментариях если возникают какие-то у них вопросы споры обсуждать они могут их в комментариях то есть таким образом мы еще развиваем и культуру письменную культуру общения развиваем в принципе все хочу сказать что если ребята полностью как бы все группы выполнят данное задание давайте посмотрим все ли критерии групповой работы у нас будут выполнены совместная работа будет будет обсуждение в разделе комментарии будут ну в принципе да должны быть помощь при необходимости ребят других возможно у нас мы ее предусмотрели предусмотрели результат будет представлен будет у нас если вот здесь по представлению результата тоже есть несколько вариантов если у нас работают ребята в группе три человека и учитель решил что ему важно чтобы каждый нашел ответ на поставленные вопросы и почитал информацию тогда это вот тот вариант который мы с вами сейчас разобрали если учителю не важно чтобы каждый ребенок по шести вопросам отработал а хотя бы там по одному из или по два из и распределили они между собой тогда это можно оформить уже по-другому сейчас я очень быстро попытаюсь вам показать значит пишу шахматы 2 пусть будет и добавляю к ага и я уже добавила и добавляю описывал здесь вот можно тогда ребятам написать что свой ответ они оформляют в виде карточки если мы хотим чтобы ответ и групповой продукт был наглядным ну например мы пишем шахматы и я беру из своего файла ответы на вопросы а не здесь и я беру из файла ответы на вопросы шахматы шахматы появились ошибку сделала копирую вставляю вставляю ctrl s ctrl v коллеги пользуюсь клавишами далее отвечаю на второй вопрос отвечаю на второй вопрос легенда копирую легенду здесь единственный минус что вот эти картинки они коллеги не скопируются их нужно будет дополнительно отдельно загружать вставляю чтобы информация не сливалась нужно сделать пробелы далее на третий вопрос вставляю ответ тоже картинка эта не вставлена не вставится у меня следующий вопрос ну чтобы нам с вами по времени уложиться я пропущу возьму пятый и шестой в каких областях в современном мире используется потому что тут у меня много интересной информации представлено вставляю нажимаю на сохранить и мы видим что здесь уже появляется у нас как страница энциклопедии более наглядным но тогда ребята у нас не каждый ученик поработает со всеми вопросами это тоже нужно понимать и выбирать что для учителя важнее создание наглядного продукта в принципе им можно потом сказать чтобы ребята это оформили как общим продуктом собрав информацию из всех трех файлов вот сейчас как бы да пришла ко мне тоже была хорошая идея в принципе это может быть вот конечным таким продуктом и конечно же сюда вставляю ну вот эти картинки недостающие но как вложение вставляю изображение и еще раз с компьютера вот так вставилось так вставили здесь коллеги тоже можно перетягивать посмотреть но я думаю будет достаточно можно более наглядно вот таким образом оформить можно более наглядно оформить вот таким образом то есть это опять-таки решает сам учитель но тогда здесь ребята которые работали в других группах могут не открывать там 21 файл и читать повторяющуюся возможную информацию здесь будет более наглядно прочитают и узнают об этом слове об этом предмете информацию и так коллеги на этом практическая работа сегодня у нас закончилась скажите пожалуйста представленная идея работы в дистанционном формате была интересной и возможной для реализации на практике ну например в ваших школах или нет если да ставьте плюсы если пока не определились и какие-то вопросы возникли задавайте свои вопросы спасибо татьяна вижу ваш плюс коллеги тогда у меня к вам еще один вопрос вот в процессе практической нашей работы какие-нибудь идеи у вас уже появились как можно использовать данные и сервис в своей работе вот по конкретней вот я предложила показала как можно проектную деятельность переложить в рамках предмета по истории в дистанционный формат по другим каким-либо другим предметам можно это сделать или нет но постарайтесь более конкретные варианты придумать я вот когда готовилась как бы думала а какие же еще возможные варианты и заготовила их и готова с вами поделиться работа с педагогами молодыми стажерами согласна татьяна тоже можно отлично с ними здесь работать методическую правильно я вас понимаю методическую работу здесь выстраивать простраивать обговаривать обсуждать и так далее да ну раз нет никаких пока идей готова делиться с вами со своими своими идеями значит пока готовилась какая же мысль мне пришла можно создавать энциклопедии родителей разных возрастов детей да татьяна согласна хороший вариант значит не только создавать энциклопедию по истории можно создавать словари там например непонятных слов иностранных слов можно делать выставки творческих работ детских опять-таки смотря какое задание у вас будет для детей если они сочиняют сказку придумывают и рисуют к ней иллюстрацию то почему бы нет это возможно здесь же с более старшими можно будет выстроить простроить обсуждение того или иного произведения я когда в школе училась у меня был очень прекрасный учитель по литературе и он как раз таки с нами это делал но без цифры мы читали произведения а потом обсуждали тот или иной герой является положительным или отрицательным и вот здесь вот можно также таким же образом как бы выстроить работу например у нас не первая группа а какое-либо произведение задается вопрос ну обсуждаем какого героя мы обсуждаем и может быть какие-то вопросы или какие-то подсказки там дают вопросы помощники и в комментариях ребята могут прописывать свою точку зрения по тому или иному герою и приводить аргументы почему они считают одного героя положительным и другого отрицательным то есть я думаю и по литературе на уроке на уроках литературы тоже можно этот инструмент использовать еще коллеги можно задание для учащихся разной подготовки под предметом правильно 3-4-5 уровня разные отлично согласна с вами еще можно ну вот у меня была идея я просто выбирала то ли взять вот эту задумку по истории то ли про Красноярский край поизвечать например мы также можем детей разбить на группы первая группа там оформляет прописывает общие сведения о нашем регионе там климат и так далее вторая группа рассказывает про пауну животный мир третья про флору четвертая может взять реки Красноярского края и так далее то есть и у нас тогда тоже будет собрана вся информация о Красноярском крае выполнен такой огромный большой интересный проект я думаю видите тоже много интересной информации для себя найду далее когда мы начинали с вами знакомиться с этим инструментом у нас в названии было еще прописано и личных и для личного использования для каких-то личных целей как можно использовать этот сервис и мы никак на течение двух встреч никак на этот вопрос не ответили коллеги сделали мы это специально пока для того чтобы у вас была возможность посмотреть ознакомиться и подумать о личных целях как этот инструмент можно использовать вот как в профессиональной мы с вами разобрали что можно и индивидуальную работу организовывать с учащимися это предыдущая наша встреча была и можно организовывать групповую работу как например сегодня мы с вами проделали а вот для личных целей подумайте если есть у вас какие-то варианты можете в чате написать планирование отлично Татьяна конечно потому что изначально у нас как раз таки вот этот онлайн сервис это и есть одна из самых популярных систем управления проектом в режиме онлайн конечно можно планировать далее коллеги можно еще и как ежедневником пользоваться этим сервисом завести себе доску и она будет у вас ежедневником расписать по дням все ваши дела на месяц на два можно в виде как расписание эту доску использовать для себя если у вас много уроков и там все по времени вы можете распланировать и если вы в коллективе будете совместно пользоваться этим расписанием и если ответственность за расписание внесет какие-либо изменения в списке в списках в расписании то вам на электронную почту обязательно придет оповещение о том что внесены изменения вы об этом узнаете это тоже очень удобно еще Татьяна вот вы мне сказали написали пример что можно планирование использовать как для личных целей также можно использовать этот инструмент этот сервис с детьми например вы с ними планируете огромное большое мероприятие общешкольное праздничное какое-то событие вы можете все дела прописать вот именно в виде списка что на первом этапе нужно сделать что на втором что на третьем что на четвертом распределить ответственных мы уже с вами это делали я вам показала потом отмечать поэтапно какие дела выполнены а какие нет в каких возникли сложности какие-то трудности не запланированные пользуясь метками то есть в организационных таких моментах этим ресурсом тоже можно пользоваться с детьми при подготовке какого-то большого общешкольного мероприятия либо события ну коллеги наверное все у меня все какие у меня были идеи я с вами поделилась рассказала попыталась это сделать доступно и понятно если имеются у вас вопросы по теме сегодняшнего дня по теме нашей встречи пишите в чат не стесняйтесь если нет то ставьте минусы чтобы мне было понятно что все хорошо и вопросов у вас неотвеченных нет на данный момент и коллеги пользуясь моментом хочу сказать что нам важно важна ваша обратная связь поэтому вы при желании можете заходить на социальные в социальные сети на странице института повышения квалификации в разделе новости писать свои отзывы комментарии мы хотим делиться новостями событиями нашими со своими друзьями нам это очень важно потому что наше кафе работает для вас и мы хотим чтобы наша компания увеличивалась на этом у меня все коллеги спасибо огромное за работу было очень приятно работать надеюсь что наша сегодняшняя встреча с пользой для вас была проведена до свидания до встречи через неделю до встречи